здравствуйте самые лучшие зрители меня зовут полина вот о чем вы думаете когда видите карманы от джинсов я лично вспоминаю анекдот когда по улице идет девушка а сзади нее идет грузин и говорит вай какие красивые зубы девушка спрашивает а откуда вы знаете про зубы вы ведь их не видите а тут отвечает а потому что только с красивыми зубами можно на есть такую большую ну в смысле джинсы такого большого размера сами понимаете сами джинсы мы уже порезали они ушли на другие проекты все уже украдено до нас а карманы остались и выкинуть их жалко и что с ними делать сразу не придумаешь самое сложное что в этих местах очень толстые швы и соединения и жалко портить бытовую швейную машинку попробуем придумать какой-нибудь проект будем изобретать на глазах изумленной публики для начала сделаем их примерно одного размера выровняем края стараемся сохранить максимально большое расстояние от карманов чтобы можно было проложить строчку если уж совсем никак то можно немного подпороть карманы но сохранить толстую отделочную нитку величину кусочка можно будет увеличить за счет дополнительной ткани размер заготовок получился одной высоты 19 сантиметров а ширина у всех разное еще у меня нашлись и другие красивые штучки это шлевки и маленькие кармашки немного с ними поработаем обычной лапкой сложно такое шить лучше поставить лапку для пришивания молнии тогда гораздо легче делать отстрочку соединительных швов при работе с джинсой можно проявить всю фантазию и всякие вкусности шлевки и декоративные швы красиво обыграть пригодятся и все красивые нашивки кстати про нашивки лучше всего в одно изделие нашивать нашивки самых разных фирм те кусочки с карманами которые оказались маленького размера можно увеличить за счет вспомогательной плотной ткани а дальше уже можно все эти заготовки соединить в одну длинную ленту шов самый простой за пошивочный с открытым краем край одной детали немного выступает потом заготовку разворачиваем и отстрачиваем соединение вот хочется добавить еще какой-то красоты у меня остались кусочки кружева используем их но это дело вкуса я даю вам идею а вы уж сами смотрите будете что такое использовать своей работе или нет когда на джинсовую полоску нашиты все красивости подумаем над увеличением размером сами понимаете шить толстую джинсу на бытовой швейной машинке это ужас ужасный но у меня нашлась красивая лоскутная лента используем ее с ее помощью увеличим размер заготовки снизу а вот уже теперь можно пришить нижнюю часть карманов конечно чтобы сохранить декоративную отстрочку можно пришить ее на руках но попробуем немного схитрить на швейной машинке установим шов зигзаг но очень слабый и пришьем эту декоративную нитку этим швом излишки ниток потом уведем иголкой на изнаночную сторону когда оформлена нижняя часть также увеличим и вверх заготовки и сразу же подошьем и внутреннюю часть нашей будущей коробочки возьмем еще кусок холста прошивного полотна и пришьем его иголкой с ниткой к внутренней части обратите внимание утеплитель делаем чуть длиннее чем половина чтобы верхней части его оказалось побольше в два сложения тогда верхняя часть коробки будет лучше держать форму рассказываю вам такие мелочи которые не каждый мастер будет вам рассказывать естественно утеплитель надо пришить к верхней части на швейной машинке чтобы он не болтался поэтому сделаем несколько параллельных строчек на швейной машинке потом тщательно проверим края и сделаем боковой шов нашу заготовку сошьем трубой а уже после этого придадим форму снаружи будет часть с карманами а все остальное внутри естественно всю заготовку надо тщательно прошить простегать делаем сначала вертикальные швы а потом и горизонтальные когда пришивала добавляла еще декоративные элементы шлевки и прямые и крест-накрест а вот теперь девочки буду давать вам идеи дно можно сделать круглым овальным квадратным прямоугольным шить его отдельно двойным простегать с ватином вырезать нужную форму и соединить с верхней частью открытые срезы обработать бейкой но мне хочется сделать попроще дно сформировать самым обычным способом тем более что запас ткани это позволяет для этого просто зашьем дно и обработаем открытый срез бейкой простой прямой полоской ткани сначала пришьем один край потом его отогнем дважды подогнем и закроем открытый срез после этого сформируем углы расправим их по центральному шву отложим 4 сантиметра и проведем перпендикуляр прошьем по отмеченной линии и срежем торчащие углы потом также обработаем их бейкой когда все будет готово вывернем нашу коробочку и будем любоваться знайте чтоб коробка лучше держала форму надо тщательно проутюжить зафиксировать все грани знаете я шила коробку органайзер но поняла что к ней можно пришить отдельно ручки или прицепить ремень от другой сумки и так ходить гулять а можно использовать просто как органайзер хранить в ней и инструкции по шитью и инструменты и набор тканей в общем девочки я дала вам идею шейте творите вытворяйте не ждите чудес чудите сами кто еще не подписан обязательно подпишитесь чтоб не пропустить мои новые видео с вами была полина всем пока пока и до скорых встреч